друзья всем привет ловите топ-5 минусов лады весты которые реально бесят первое это вот эти зеркала который который с первого раза еще не сложишь нужно постараться как-то специально их блин не могли нормальные отпускаешь их обратно с каким звуком то они вставляются водительская водительская более-менее но опять же откидываем прикольно 2 нюанс короче это вот ручник и подлокотник подлокотник выпирает получается далеко и ручник но неудобно но дергать еще более менее как бы но спускать его это приходится вот руку вот так и сгибать чтобы его снять вот если открыть подлокотник да вот становится удобно от об все без проблем а с подлокотником получается вот нам приходится приходится изгибаться чтобы чтобы нормально поднять и чтоб нормально отпустить третье это поясничный упор вот этот который смотрите вот я выдвигаю но не видно в общем не знаю почему так с этой стороны ничего ничто не выдвигается вы выдвигается вот тут с одной стороны только не Не посередине, а именно вот тут слева. И тут вот какая-то, я не знаю, шишка. Вот видите, продавливаю. Шишка, короче, тут какая-то жесткая. Не знаю, она мне мешается. Ну, в общем, бесполезнейшая поддержка поясницы. Четвертое, это у нас обзор щитка приборов. Потому что, как бы ты ни настраивал, ты не видишь, сколько у тебя там на спидометре и так далее. В принципе, никаких показаний. В одном единственном положении, это в самом верху. В таком положении ты видишь, что происходит на приборке. А во всех остальных случаях, как ты не регулируй, у тебя руль перекрывает весь щиток приборов. Пятый нюанс, это касается пассажиров. Вот, как бы все хорошо, тут подлокотничек, пассажир может положить руку, все хорошо. Но вот даже так сидишь, и ты не видишь, где кнопка открывания стекла. То есть, если тебе нужно открыть стекло, нужно, так вот ты не пролезешь, у тебя рука не пройдет под ручкой. Тебе нужно вот так вот исхитриться и нажать стеклоподъемник.